Это всю молодёжь, я понимаю, что это не только молодёжь, но всё относительно. Несколько месяцев назад на красавице начало служение для пожилых людей, потому что мы с домом здесь недалеко. И вчера Сергей по-моему, первый раз проводил, и потом с ним разговариваем на телефон. Он говорит, очень-очень приятно было общаться с этими людьми, и если изучать Библию, и поговорить с ветеранами. Одному из них 97 лет, 21-го года рождения, 1921-го года рождения. И ветеран ещё финской войны, мы тоже с ним говорили, потому что он говорит, я прошёл вторую мировую борьбу, и говорит, меня спасло то, что я ещё финскую войну начал воевать, и как бы вот это сохранило, могу сказать, что-ли. На Озии очень интересные люди, и по сравнению с какими людьми мы все тут молодёжи, потому что ему 80 лет, а 98 лет, мы-то не все молодёжи, всё насильно. Да, в 1725 году, в 1725 году в Лондоне родился мальчик, родители, назвали его Джан. Синьян, фамилия Квыков была, и родился мальчик, которого назвали Джан, Джан Лидерс. Мама мечтала, чтобы её сын был священнослужителем, чтобы он был пастором, или священником, был проповедником. И с детства как-то старались быть примером христианским. Отец у него был католиком, это открытый для протестанства. Но получилось, что, когда ему было 6 лет, маленьким Джаном, мама заболела и умерла. Мама украла у него, и мальчик остался один. Отец женился, с мальчиками стал жить. Джан маленького отдали, а он рос в детском учреждении, как в интернете. Характер его трудный был, и с 11 лет он начал продолжать дело отца. Он начал ходиться на кораблях, стал мальчиком тоже, вскоре и даже капитаном судна. Но для того, как капитаном стал, он был очень вредный характер, и нелетки его просто даже сковывали цепями, чтобы усмирить его какие-то там выглянства такие, его поведение. Он бывал, как раз скованный цепями. И ввел очень такой греховный образ жизни. И нам укресалось вот в память, что в память укресалось с детства, что ему учила мать, когда он еще был до 6 лет, когда она была с ним. Она и говорила о том, чтобы он любит человека, о греховности человека, и о благодати Божьей, которая ведет человека ко спасению. Вот это просто матери, подумайте, насколько велико ваше влияние на ребенка. Короткое время она пробылась с ним, дальше он самостоятельно, и каждый раз нашелся, был, но все равно вот это благодать, и у Божьей все равно работает. И когда ему было 23 года, он стал капитаном корабля, однажды, кто занимался работой, раковлей, привозил рабов, привозил людей из Африки сюда, в Америку. И в один день в сутки попал в ужасную шторму. Он выскочил на палубу, отдал приказ, который куда моряку, и в следующее буквально мгновение этого моряка смыло запах. Это так сильно его потрясло, и уже они потеряли всякую надежду на спасение. Впервые в жизни он начал по-настоящему молиться. Он сдавал другу о помощи. И удивительно, что он успокоился, и все остальные люди были закрытыми. Вот это стало и побородным моментом его жизни. Дальше был духовный рост, было обращение. Такое повод было постепенным несколько. Прошло какое-то время. Он до истал заниматься роботорговлей, поставил грязный бизнес, богатся, и стал проповедовать Евангелие. И он вошел в историю как Джан Ютон, как автор песни, которую мы пропели сегодня на благослужении. Вторая песня «Amazing Grace». «Amazing Grace». И там такие слова. «Он благодать спасен тобою. Я исключил беды. Был мертв, и чудом стал живой. Был слеп, и вижу свет. Сперва внушало сердцу страх. Затем дала покой. Я скорб души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Прошел мне мало я скорби, Невзгод и черный длин. Но ты всегда была со мной. Ведешь меня домой». Джан Ютон скончался в возрасте 82 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Цитаты Джана Ютона. Он говорит, что «Я не такой, я не такой человек, которым я должен быть. Я не такой человек, которым я хочу быть. Я не такой человек, которым я надеюсь быть. Но благодаря благодати Божией, я не такой человек, как был раньше». Благодаря благодати Божией. Его последняя проповедь записана, и в последней проповеди он говорит такие слова. «Бог бесконечно мудр и добр. Мне из собственного опыта известно, что ни одну йорку я не могу изменить Божьего плана. Но даже если бы я что-то мог изменить, то я только бы испортил его. Я очень неразумное создание. Я след и не в состоянии предвидеть последствия моих желаний. Как же я могу сделать правильный выбор? И какая это неописуемая милость, что Господь избрал меня? Дорогие друзья, я теряю память. Но тем не менее я отлично помню, какой я великий грешник. И еще никогда не забуду, насколько велик Спаситель Иисус Христос». Вот эта песня «Amazing Grace» «Ублагодарить вас на тобой» стала одной из самых любимых песен в Трестанстве. Ее поедут на всех интиментах, Ее поедут знаменитые артисты, Ее поедут в церквях, Ее поедут повсюду. Кто-то посчитал ее исполнять десятки тысяч раз, Ее исполнять я, Георгий, десятки тысяч раз. По радио, на телевидении, и на благослужениях, и повсюду, для многих это любимая песня. Песня о бложье благородание, о милости бложьей. Мы продолжаем нашу серию проповедей о реформации. В этом году, в этом месяце, исполняется 500 лет, празднует 500 лет, как и в Родине началась Трестанская реформация. Обращение к Богу, обращение к Библии, покаяние многих людей. Мы говорили уже два воскресенья, пару последних воскресеньев об основах, такие пять основных послалатов, принципов реформации. Если мы посмотрим в следующий сайт, пожалуйста, вот это как раз, да. Пять принципов реформации. Только Писание, только вера, только благодать, только Христос, только Богу слава. В предыдущем воскресенье мы говорили только Писание, что Библия, Священное Писание, является нашим руководством, не традицией. Традиции, есть традиции, нормально, хорошо, но они на втором месте. Это не главное. Прежде всего, то, что учил Иисус Христос, то, что учили Аббоку. Первое, это Писание. Второе, это вера. Независимо от наших дел, независимо от наших поступков, подвигов, ритуалов, традиций, которые мы исполняем, или еще когда человек получает прощение, примирение с Богом, вера. И сегодня мы остановимся больше на третьем принципе «Только благодатью». Солок в Раде. Только благодатью. Только благодатью. Как мы пропали песню о благодати Божией. Только благодатью. Мы читаем в Маслании христианам 2 глава 8-й ряд из них. «Ибо благодатью вы спасены через веру. Это не от вас. Божий дар, чтобы никто не хвалился». Вот это доктрина о благодати. Доктрина о том, что спасение приходит, как только Божья благодать. Это незаслуженная милость. Как что-то заслуженное грешникам. Это значит, что благодать, что спасение это дар Божий. Это подарок Божий. Ведь человек своими силами, своими стараниями он никак не может заработать или заслужить этот дар Божий. Если мы посмотрим следующий слайд, пожалуйста, про изучение Библии, как уже и говорили братья для изучения Библии в Библейский колледж и принцы вот этот Библейский некоторые из нашей Библии были на экскурсии в Капитолии буквально пару недель назад. Один из конгрессменов, который проводил эту экскурсию, он рассказывал о том, сколько много конгрессменов участвует в изучении Библии. В молитвах. И да, буквально мы поставили тоже интересную статью о изучении Библии в Белом Добе. И в Белом Добе многие люди изучают Библии регулярно собираются для изучения Библии. Вот здесь несколько разных фотографий людей, которые в Белом Добе изучают изучение Библии. Тан Прайс, министр обоохранения и социальных служб. Ричард Терри, министр энергетики США. Элизабет Делос, миллиардер, филантроп, министр образования США. Недавно стала министром образования США. Джанни Пердю, министр сельского хозяина, министр обоохранения. А вот у нас еще Россия, Игорь Харклея, Харклея, Харксеру, Майк Памел. И многие другие люди, которые регулярно посещают изучение Библии. Вот это и братья и сестры. Есть и вот эти люди, которые буквально в большем офисе нашей страны находят время для изучения Библии, насколько важно для нас, чтобы изучать Библию, чтобы подрастать, поведать Божию. Библии. Вчера, на прошлом мире, брат Вишер пришел, Абилы. А сегодня у нас на богослужении в американской церкви были с утра Гилы и Семьев пришел вице-президент у нас в собрании. Да, тоже вице-президент здесь, Недалеко, церковь, в богослужении. Так что, вот эти принципы Библии есть, они не только, знаете, простые люди, но и самые высокие люди в стране строят жизнь, стараются строить жизнь по этим библийским принципам. Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, по-знате, вся она написана так. Вас, мертвые, упавшие ступенью и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, в духах действующего ныне в странах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим влацким похотям, исполняя желания плотники и помыслов, были по природе чадами гнева и прочим. Бог богатой милости со своей великой любовью, по своей великой любви, которая возлюбила нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христов. Благодать и убрия спасены. Вот это такое длинное, длинное предложение. Апостол Павел останавливается и подробно описывает. Он говорит, что вы были не больны, но вы были просто-напросто мертвыми, мертвыми для Бога. И мертвый человек, мы знаем, ничего не может, он не может пальцы его снижеврить, но ничего не может. Это мертвый человек. Апостол говорит, что без Бога, без Иисуса Христа, человек просто-напросто мертв. Мертв. для Бога, для Бога. Он кажется, он живой. Вот мы, цветок, даем всем время, мы говорим, это живые цветы, но они изрезаны, они умирающие. Чуть-чуть время пройдет, все, цветок этот умер. Мы называем его живой, но он уже умирающий. Все, что в жизни там нет, он смешно. Человек без Бога нечто подобное. Живой. Двигается, существует, но для Бога он мертвый, он умирающий. Почему? Потому что сколько вы здесь не прожили лет, даже вот как эти венерано, 97 лет. Для Бога это просто-напросто на мертвение. Мы, как пар написано, наша жизнь, как пар, которая является на малое время, отдали в вечность. Вечность, это бесконечно, без конца. И вот это самое главное. И Бог, опять-таки, вот это длинное предложение, первый, второй, третийский, насколько человек мертв без Бога, насколько он живет, знание, между которым вы некогда жили в хорстке, и Бога. В этом мире очень много греха, очень много соблазнов, очень много, что подталкивает нас просто не в ту сторону. Мы сами порой не знаем, откуда приходят грехи, откуда приходят эти мысли греховные, но они приходят, и они могут просто овладевать нашим сознанием. И человек, может быть, даже не задумывается вначале, и потом не понимает даже, грех это не грехом делает, и его оправданием служит то, что как и прочее, вот как в третий стих заканчивается по природе мило, как прочее. И человек оправдывает себя тем, что как и прочее, я так тоже, как и прочее. Дальше говорится о Божьей милости и о Божьей жизни. Бог богат и милостью. Задумывались бы об этой фразе, что Бог, он богат, богат милостью, богат добротой, богат благодатью. И пятый стих, еще раз повторяю, что человек был мертвым, что Бог, что Бог оживает, оживляет человека, благодатью вы спасены, то есть дает человеку спасение по благодати, по Божьей любви, по Божьей милости. Благодатью вы спасены. Бог богат своей милостью. Однажды на одной конференции собралось множество людей, богословов, ученых людей, которые обсуждали один вопрос. Чем христианство отличается от других, от других философий, от других первозрений, от других религий? Чем отличает христианство? И они обсуждали об этом часами буквально. Эта дискуссия длилась несколько часов. Мимо проходил Карл Гюльц, Сейс Луис, один из известных богословов, писателей XX века, христианин, который тоже пришел к Богу в зреном возрасте. И он просто мимо проходил, и они ему этот вопрос задали, какое у вас мнение, в чем отличие христианства от всех остальных научений. Он просто на этом говорит одним словом это благодать. Благодать. И для них это было как все близко, но пока они начали рассказывать и согласились с этим ответом. Благодать это отличительная черта христианства. Все религии, все философии, все это говорит, что человек должен что-то делать. То человек обязан, что человек должен и так далее. Благодать Божия написано, что оживотворился Христом, благодать его спасены. Спасение через благодать Божию. Спасение дается как дар к равенному человеку. И в этом отличительная черта христианства. Смотрите, следующий стих, если мы посмотрим, и апостол Павел пишет в послании к римлянам, и мы прочитали перед этим, что Бог богатый милостью. Здесь, если я знаю, находятся люди, слушают вас сейчас, люди, которые могут сказать, ну, где вот милость Божия в моей жизни, почему у меня столько проблем и со здоровьем, и с финансами, и с семейным положением, и с пятым, и с десятым, и так далее. Где доказательства Божьей любви? И вот этот стих говорит нам, прежде всего, в чем проявляется Божья любовь каждому из нас. Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за честнивых, ибо не фарик, кто умрет за правильника. Разве за благодетеля? Может быть, кто и решится угреть? Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешными. То есть, Христос умер, и в этом доказательство Его благодатие, Его любви каждому из нас. Мне нравится, как вы говорите слово «благодать», звучит вам вместе. Следующий слайд – это «grace», как «обхраним». Короткая фраза выражает, что такое сущность благодати. «God reaches at Christ's expense». Божье богатство за счет Иисуса Христа. Бог дает свои неизлечимые богатства, среди которых спасение и вечная жизнь на первом месте за счет Иисуса Христа. Христос на Голгофе заработал, дал нам это спасение. Что такое благодать? Что такое благодать вообще? Что Библия говорит о благодатье? Одно из первых упоминаний о благодатье мы встречаем в Ветхом Завете в книге Пророка Захарии. Пророк Захария в Ветхом Завете он пишет пророчество о будущем. Он говорит о будущем, о будущем благодати. Он говорит так, на том Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления. И они воззлят на него, которого пронзили и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце. Пророк еще в 5-е на будущее говорит, что Бог говорит и залью дух благодати. Вот этот дух благодати придет. И благодать пришла к Иисусу Христу. То есть он говорит о будущем, о приходе мессии. Говорит о том времени, когда народ Израиля расположит свои сезона, будут рыдать о нем, возряд о нем, которого пронзили. Знаете, я думал, на этой неделе тоже прожат шанов праздник и я думал, неблагодать ли это тоже, что пастора церкви, евангельская церковь меня пригласили проводить крашу Шана в общем-то на такое еврейское собрание. Неблагодать на душу. День излияния этого духа благодати, когда приглашает и просто там ловина или еще что-то, пастор церкви проводит вот этот праздник в Росошане и слава Господу за это. То есть пророк Захария отличает о будущем. Проходит время, проходит декабрь, приходит Иисус Иисус, и следующий в Блеснии с ним начинается смотрите, Евангия Иоанн Иоанн предтечен, тот, который приготовил путь для Иисуса Христа, который приготовил для его, чтобы люди покаялись, чтобы приготовились к принятию Мессии, которая грядет. Иоанн свидетельствует до нем восклицая говори, Иисус был тот, о котором я сказал, что ведущий за мной стал впереди меня, потому что он был прежним меня. От полноты его подприняли и благодать на благодать. Ибо закон дал через Моисея благодать же и истинно произошли через Иисуса Христа. То есть Иисус Христос открыл Божью благодать. В Ветхом Завете много говорится о милости Божией. В Новом Завете говорится о благодати Божией. В Ветхом Завете своей милости Бог принимает и прощает милую грешника. В Новом Завете Сам Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа и приносит свою благодать, свое прощение, свою любовь, свое принятие. Закон научит Боисея благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Об этом же пишет апостол Павел Слово Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточе стоит для многих. То есть благодать пришла через Иисуса Христа. Благодать это характеристика самого Бога. Благодать это откровение Божие. Библия говорит, что Иисус Христос был полон благодати. Смотрите как написано в следующий стих пожалуйста. Слово стало плотием, а витало с нами полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу какими народного от Отца. То есть Иисус Христос был просто напомнен и преиспомнил Божьей благодати, Божьей милостью, Божьей любовью людям. Люди удивились, что Иисус Христос в Суслаждении. Люди бегали просто за Ним, чтобы принять эту благодать. Смотрите следующий стих это Лука апостола Лука в Иисус Иисус Христос в Назарете. Иисус Христос вырос в Назарете. Его знания люди там с детства как мальчишку, который там бегал, который игрался среди детьми и все. И потом Иисус уходит из Назарета и уходит в пустыню. Там искушение дьявола, пост, на них по 40 дней с жесточайшей борьбы такой. 40 дней пост и морит. После этого Христос возвращается в Галилею и начинает проповедовать. И приходит в свой город. Приходит в Назарет. В тот город, где вырос. Его узнала каждая собака. Все его знали. Все знакомо. И он открывает книгу Иисайи и читает древнее пророчество о том, что придет отнесение. Друг Господин на дне. Он помазал меня, благовествует. Всегда читает и говорит дни неисполна в словах и проповедует. Говорит люди, которые слушают вам, говорят за свидетельство любви, это и явились словам благодати исходившим Иисус его. И говорили в ней и осень это сын. То есть люди это странно. Они знают его алсаджи, и осень, кто там против он был. Работает который домаем для лоши, который помогал Иисус который из них не вырос но он полон благодати вот это перемена после того как он был в пустыне после того как он начал свое служение Христос был полон благодати люди его просто напросто не узнают вот это благодать Божия это дар Божий Битлия говорит что благодать если мы посмотрим на следующий слайд благодать призывает нас именно благодать Божия призывает человека ко спасению мы прочитали мертвый безблагодать безбожия благодать безбожия мертвый апостол пишет если я то фарф предыдущий что так Галатам 1.13 Бог избравший меня от трубы Матери Моей и призвавший благодать своей то есть благодать Божия призвала у самого рождения апостола Павла на это служение Библия и благодать оправдывает нас римлян на 3 24 получая оправдание дара по благодати искуплению во Христе Иисусе то есть через благодать человек получает оправдание перед Богом вы знаете это не просто когда-то мы получили приняли и все Библия призывает священное призывая чтобы мы возрастали благодать если мы посмотрим следующий слайд пожалуйста и так вы возлюблены и возлюблены дорогой брат и сестра будучи предварительной древеси чтобы вам не увлечен заблуждением беззаконных и не отказать своего утверждения но возрастать и благодать и познание нашего Иисуса Христа Ему слава и ныне и вече он предупреждает не пошли ни в ту сторону но чтобы росли и укреплялись в Божьей благодать вот это кстати последние слова апостола метра какого и записано в его послании он говорит пока я нахожусь в этом деле я буду говорить и напоминать и вот это его последнее напоминание каждому из нас возрастай благодать не оставайся на том уровне не держишь себя что ты 5 лет христианин или 25 или сколько угодно возрастай благодать возрастай познание Господа нашего Иисуса Христа Иисус Христос рассказывает притчу о десяти девах которые и вышли встречать жениха давайте посмотрим по разуме с пекетом с пекетом христианин Христос верит царство небесное будет подобно десяти девам которые взят святимики своих души навстречу жениху из них было 5 мудрых и 5 неразумных неразумные взят святимики святим взяли с собой масло мудрые вместе со святимиками и с ними взяли это божья благодать о которой пишет похож кладок о которой мы должны возрастать о которой мы должны принимать свою жизнь как Христос был полон благодати и люди явились свобом благодати исходящим исходящим Иисусу мы призвали оброгащаться Божьей благодати потому что приходит время Христос что уснули все усули все вот эти девы которые встречали жениха и тоже задымали но мне это благодать и потом жених идет в которой было благодать вошли остальные остались просто напросто задрели вот это очень важно чтобы каждый из нас возрастал принимал стяжал драгоценную Божьую благодать кто еще Гиблия говорит о благодати Божьей то что она очень многогранна она очень многоразлична Гиблия говорит смотрите на просто тот пишет служите друг другу каждый тем даром какой получил как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей то есть благодать это не только спасение благодать это не только оправдание благодать она очень разносторонняя как просто какой-то драгоценный камень где могут грани которые плестит которые сверкает и переливается всеми всеми цитами радуги следующий слайд пожалуйста смотрите апостол пишет подобные слова подобные мысли как подданы нам благодать опять-таки по благодати имеем различные дарования но имеющие служение пребывают в служении учитель учили убечеватели убечеватели раздаватели раздавают в простоте начальники начальщики благотворения благотворения с радуши то есть вот это все проявление многоразличной благогранной благодати Божьей и каждому из нас благодать Божьей дает спасение дает способности дает дары дает возможности которыми мы можем служить Богу и апостол пишет какое у тебя есть призвание дарование талант служи употребляй не хранить отпускай дальше по водам как написано и будет благословение и будет успех то есть очень важно вот это благодать Божью не хранить но дальше просто распространять раздавать и это бывает и сложно и иногда знаете как непросто или еще что-то но мы можем вот эту благодать которую Бог дает нам просто применять в своей жизни это не что-то что мы должны принять и просто напросто хранить для себя просто знаете Бог дал мне мой дар это мой подарок вот какие-то маленькие все я получила на это рождение я не с кем буду делиться благодать по благодати принял и служить Господу как это в практической жизни начинается с того что мы располагаем свое сердце в другим людям чтобы любить других людей какой бы человек не был может у него какие-то понятия по нашим по нашим разумения дикие неподходящие и христианские какие угодно все равно располагать свое сердце чтобы любить этого человека другой очень важный шаг чтобы прощать человека прощайтесь за обиды которые нам сделали велико будто сделаем в саде многие люди просто очень обижены на какую-то группу людей на какую-то религию или еще что-то у христиан принять иисус христиан Но в Ветхом Завете много говорится о милости Божией, и это как показание, как две стороны, одной монеты или одной медали, и благодать, и милость Божия. Она многоразлична, многогранна, и может проявляться в разных пониманиях, в разных аспектах Божья милость выражаться в нашей жизни. И интересно, я тоже читал на Лебеде, когда Ветхий Завет, Исход, Бог призывает Моисея, говорит, иди и выбери мой народ из Египта. И Моисей отказывается, и говорит, я не хочу, я не могу, и так далее. И Бог говорит, иди, и посылает его, и вдохновляет его, и Моисей снова раз в раз, а отказывается, и потом Бог говорит интересные слова. Следующий стиль, пожалуйста. Дальше еще, пожалуйста. Ну, ладно, так, прочитаю. Исход, 3-й глава. И там народу сему милость в глазах к дегтям, и когда поете, то поете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей, и у живущих в доме ее вещей серебряных, и вещей золотых, и одежды. И вы найдете ими, и сыновей ваших, и ночлей ваших, и оберете Египет. То есть еще до того, как народ вышел из Египта. Бог говорит, и детей. Вот как я говорю, женщина попросит у соседок веще золотых и серебряных. И он говорит, что я дам вам милость. Я дам вам милость в глазах этого народа. Божья милость выражалась в том, что Бог расположил окружающих людей в своем народе. В этом Божья милость. Божья милость к нам может выражаться в том, что Бог устраивает нашу жизнь. Вы знаете, народ израильский был единственный много лет. Они не верят, что там бесправными рабами, которые отработали все вот эти деньги, и все вот это серебро, и золото, которые они потом выбросили, которые им дали. И они ушли оттуда богатых и золотом, и серебром. Но Бог еще до того, как выклыл, он говорит, я дам милость вашим соседям, и они отдадут вам все, и вы все пойдете со всеми. То есть, Бог расположит в ваших уважениях. Разбираетесь с мамой на этой неделе. Она говорит на следующие слова. Знаете, когда у нас была вот эта компания, когда мы еще собирали деньги на кирпичи церковные. То есть, сейчас хорошая новость, что вот вам дают нам деньги по средней мастерии, и все будет хорошо, мы приобретем эту церковь. Но это был долгий процесс. Вовремя у нас была такая компания, когда мы собирали там по 20 долларов кирпичи собирали, и мама нам звонила человек 50 или больше, ну, больше позвонила, и там, где-то человек 50, и больше даже вот эти дали деньги на кирпичи, чтобы, опять-таки, мы наконец-то не купить церковь. И она смотрит сейчас и говорит, знаешь, поговорила тоже самим человеком, но он отвечает хорошую сумму, вот где-то тысячу долларов. То есть, у вас будет решиться с церковью, то он пожертвует эти деньги. Я думаю, это тоже было страшно. Как когда-то Бог располагался отца египтян, а Моисей еще даже не пошел туда. Говорит, когда он подойдет время, ты поговорил их соседям, скажешь, что в других боговерениях. Мы приземлился очень просто, чтобы мы тоже поговорили с людьми, которых располагает Господь, чтобы мы могли выплатить за эту церковь, за дело Божиим. Мы будем жертвы, мы будем участвовать, но милость Божья, чтобы эти другие, также в этом деле участвовали и помогли в этом деле. Потому что, у кого нет знаний, может быть, знакомые есть, и верующие, и неверующие, и мусульмане, и евреи, и атилисты, кто угодно. На церковь все готовы давать, и могут давать, и желают давать. Это так, не так было, это хорошо. Значит, кого Господь просто побуждает, кого вы знаете, с кем мы говорили, где Господь расположится. И в этом тоже будет милость Божья. Когда апостолы проповедовали, написано, что они убеждали пребывать в благодатье. Проповедь апостола Павла из силы сводилась к тому, что они убеждали церковь пребывать в благодатье Божьем. Моя проповедия тоже сводится, чтобы пребывать, чтобы не терять благодать Божьем. Потому что в Библии написано, что в благодатье Божьем можно и потерять, и лишиться благодатью Божьей. В послании Евгения написано, что наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодатью Божьей. Чтобы кто не лишился. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинен вреда, чтобы им не остановились ноги. В горький корень может быть разные вещи. Вот, например, какой-то человек, например, друдник, или еще что-то такое, грешник, который в церкви. И люди могут заразиться вот этой проказой векам ноги, написано, наблюдайте за собой, чтобы не было такого корня. Корень может возникнуть лично в нашей жизни. Когда мы даем, может быть, знать, когда мы не Бог, когда мы даем место дьяволу через обидность, через недовольство, через сплетни, через что угодно. Написано, наблюдайте за собой, чтобы не лишиться благодати Божией. Если кто-то здесь еще находится, кто, возможно, не принял благодати Божией, смотрите, Божье обещание такое, это послание Римлянка, это Игова 1-й с ним. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся на первую славу Божию. Слово Божие говорит, что через веру, открыт в свое сердце для Христа, мы принимаем Его благодать и Его прощение. Тем не человек не был, даже какой-то Джан Вупа, грабодаковец, благодать Божия открыта для каждого человека. Сегодня, сейчас, просто прими верой, скажи, Господь, я принимаю я как своего Спасителя, как своего Господа. И для каждого из нас, пускай будет просто заключительное место ободрения, сейчас будем участвовать в левом прораблении, будем просто принимать Божий дар, Божий дар, который отдал для каждого. Послание евреям, 4 глава, 15-16, стих, написано так. «Мы имеем не такого правосвящения, который не может сострадать на немощи наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посьму да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обнести благодать для благоприятной помощи». Бог говорит, мы будем приступать с дерзновением, со смелостью, с верой, чтобы получить благодать Божию свою жизнь, чтобы, как и Иисус Христос, мы будем просто напомненными Его присутствием и Его благодатью. Аминь. Помолимся, пожалуйста.